Привет! Китайская сталь 80R13MV это аналог японской стали AUS-8 Я уверен, это утверждение вам доводилось слышать очень-очень много и читать все, кто интересуется ножами читают форумы, смотрят какие-то видео конечно же встречаются с этим утверждением буквально каждый раз, когда речь заходит о ноже, произведенном в Китае из стали 80R13MV реально никаких как бы тестов, там каких-то ничего не было то есть люди видели, что примерно химический состав совпадает довольно близкий и поэтому прикинули, что примерно это может быть как AUS-8 по моему опыту я хочу сказать, что я мне как-то не довелось провести очень много тестов моих на картоне для стали AUS-8 был единственный нож с AUS-8 Кабар но он себя показал очень плохо я считаю, что там какая-то проблема с ним ну вот на 80R13MV я сделал тесты вот и на Тинейшес я делал тесты и на Бёрдкара-кара-2 а вообще ножи с AUS-8 у меня есть я ими пользовался ежедневно и поэтому я могу сказать, что хорошая 80R13MV она реально примерно на уровне AUS-8 единственный минус 80R13MV это её склонность к микросколам то, что мы многократно видели в моих моих приближённых съёмках после тестов вот ну с этим мы в принципе разобрались когда фирма берёт свой контроль качества и ставит китайскую сталь ну полностью контролирует весь процесс термообработки и всего остального мы получаем довольно неплохой продукт за свои деньги естественно это мы ни в коем случае здесь не поднимаемся выше чем AUS-8 то есть это всё в этом вот в этой нише таких бюджетных ножей значит с этим всё понятно на фирменных ножах сталь 80R13MV очень неплохая теперь у нас есть такой сегмент рынка как китайские ножи опять я со своим BL05 но никуда не деться и у китайцев сейчас есть две опции или 80R13MV или 440C такие вот производители как GANZU ставят на свои ножи но более распространено 80R13MV всё-таки и вот как-то на моём опыте сколько я не пользовался этими ножами ну как-то не дотягивают они до 80R13MV который на спайдерке стоит вот как-то не получается не знаю но я надеюсь все кто смотрит мой канал помнят мой такой довольно спонтанный тест вот это вот ножа BL05 против Mini Pica 2 в своё время мне что-то так стукнуло в голову я вышел взял просто деревяшку стал её строгать и сравнил что с этим получилось ну я согласен что тест был очень такой непрофессиональный мягко говоря то есть и но определённая какая-то крупица правды в нём всё-таки была я знаю что вы наверное все рано или поздно попадали на канал вот этого вот парня Alex 40 in он честно говоря первый кто вообще в ютубе начал делать хоть какие-то обзоры и хоть как-то вообще рассказывать о ножах он был просто первопроходцем и я в принципе ориентировался всегда на него когда делал начинал делать свои клипы значит и он под этим видео у нас с ним развернулась такая беседа вы можете зайти вот посмотреть комменты сами и в принципе ну я очень уважаю этого человека но то что он сказал что он ежедневно с собой носит китайские ножи и они у него идут в перемену с вот этим вот прекрасным ножом Ontario Red 1 и он сказал что разницы в стали абсолютно нет то есть если бы он мне сказал что носит с собой Tinnacious на переменку с крысой и разницы нет хорошо я бы это понял но когда он мне сказал что он носит китайцев и разницы нет то вот это меня очень сильно заинтересовало с того времени через мои руки прошло уже прилично ножей китайских и все таки просто так по опыту я бы не осмелился сказать что реально эти стали например одинаковые или не одинаковые и поэтому все это время я вынашивал задумку сделать такой тест чтобы расставить все точки над и и все понять раз и навсегда я знаю что у этого алекса есть вот такой вот нож который он тоже видимо носит с собой Sanremo 908 и я решил именно сравнить именно эти два потому что я посчитал геометрию клинка у них наиболее схожей спуски от обуха толщина в обухе здесь 2,9 и 2,8 ну одна десятка в принципе здесь какая-то разница все-таки присутствует в ножах но она не должна быть такая сильная чтобы повлиять полностью на исход этого интересного теста в принципе я буду сравнивать вот эти вот два ножа и мы определим реально ли китайская 80R13 мови дотягивает до настоящей японской хорошо обработанной аус 8 этот тест будет абсолютно честным оба ножа заточены мной в бритву я не буду давать скидок ни одному из этих ножей я не знаю исход этого теста на данный момент я не знаю что получится если выиграет китаец это будет просто супер то есть мое отношение к китайцам видимо даже изменится с этого момента если нет то мы увидим и разберемся в принципе я думаю многим будет очень интересно так как реального теста то есть сравнение 80R13 мови реально напротив house 8 никогда не было оба ножа были мной заточены под один и тот же угол на ланске они очень острые я очень старался довести их до максимальной остроты все вот эти вот резы с вывертом обоими ножами то есть ну просто я не знаю ножи очень острые очень острые оба острота у них одинаковая режут бумагу то есть не оставляют каких-то ворсистых краев то есть просто проваливаются в нее как в масло с вывертом как угодно и я надеюсь все таки вам будет очень интересно посмотреть на этот тест так как и мне мне уже не терпится приступить к нему и узнать результаты поэтому идем на улицу и будем делать тест шикарный денек выдался для теста я очень рад солнышко светит все классно значит тест будет проводиться на вот таком вот пятислойном картоне который я нашел я думаю в принципе этого должно хватить для того чтобы понять что к чему и тест остроты будет проверяться на паракорде не на листике бумаги так как листик бумаги это очень такой тонкий тест паракорд более грубый и он до самого конца будет показывать нам степень остроты ножей поэтому приступим ножи очень острые в начале теста отсекают паракорд просто шутя я буду делать скажем 10 резов каждым ножом и после этого будем проверять остроту так и 4 все-таки наверно будем делать по 5 потому что идет довольно тяжело я не ожидал а 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 значит мы сделали по пять резов каждым ножом супер острота в норме продолжаем а 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 с а а 5 китаец 3 3 5 посмотрим остроту отлично на обоих продолжаем 3 5 6 6 6 7 8 8 9 12 13 Продолжение следует... 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 Проверка Вот оно начинается Пошло Я сейчас вижу на режущей кромке Китайского ножа Два таких довольно серьезных Замина откуда-то появились И в принципе Вот это вот проблема Вот этот срез Крыса тоже стала реально хуже резать Ну пока что Оба стали хуже резать На китайском Появились два маленьких замина На крысе пока ничего нет Ну мы продолжаем Добьем их уже до конца Добьем Субтитры сделал DimaTorzok 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 чтобы ножа уже очень прилично затупились принципе и они не перелезают паракорд я смотрю просто по количеству оставшихся волокон на просто заканчивается времени на время на камере сейчас я остановлю съемку и продолжим потом с этого места раз уж я зашел в дом давайте уже посмотрим на состояние режущих кромок тест еще не окончен но предварительно уже можно кое-что увидеть вот это крыса видны такие очаги затупления и теперь китаец ну я думаю тут очень четко видно что он затупился побольше чем крыса конкретные такие засветы на режущей кромки микросколы точечки все пойдем продолжать наш тест до конца их уже добьем ну вот в принципе вы уже видели что происходит с режущими кромками на ножах и я вернулся чтобы уже закончить этот тест так 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 очень трудно уже китайским ножом стало резать так 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 Удивительно просто. Удивительно. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Все, я объявляю ничью Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok в принципе можно смело сказать что все таки в плане состояния режущей кромки онтарио ред лучше себя чувствует ну вот мы и закончили наш тест пришла пора подвести итог и это как я уже сказал там снаружи я считаю что это это ничья возможно если спуститься на какой-то микро уровень и именно сравнивать какие-то ощущения при рези и рассматривать под микроскопом режущую кромку то aus 8 будет немножко лучше на ней практически не было микросколов но все-таки это не какая-то убедительная победа которую я искал и поэтому я говорю что это ничья так как явного победителя я не увидел я там колбасился полчаса с этим картоном в надежде увидеть какое-то явное преимущество и я этого не увидел и поэтому я говорю что это ничья я не буду отдавать скажем победу aus 8 кица реально за какую-то мелочь не было какого-то внушающего доказательства что какой-то муж лучше на данный момент я немножко даже жалею что я делал этот тест на картоне так как это получился очень длинный тест я не буду его обрезать его вставлю как есть и то есть если вы просмотрели весь тест и сейчас слушайте меня то отлично вы много поняли если вы промотали то тоже ничего в принципе я знаю что это принципе было наверно довольно нудно смотреть и нарезку картона но в свое время один очень грамотный человек узнав о моем намерении сделать этот тест мне предложил сделать его с резкой каната он сказал что все закончится очень быстро так как стали не самые крутые и ты сразу все увидишь но я почему-то сделал свою ставку на картон и может быть это было немножко неправильно не буду обещать все таки как бы у меня осталось такое желание все таки проверить все до конца может быть когда-то я еще сделаю тест этим двум ножам именно на канате чтобы проверить до конца но вот в плане картона тот тест как мука который мы сделали сегодня в виде как он был это ничья принципе вот так это все и закончилось хотя я хотел увидеть именно победителей с одной или с другой стороны на ничью я никак не рассчитывал теперь просто напоследок скажу такую вещь очень неприятная вещь вылезла во время работы с китайским ножом это не относится к данному тесту так как я тестил именно сталь а не ножи поэтому это не имеет значение в данном контексте но я хочу чтобы вы посмотрели вот на лайнер на его расположение где находится значит при мало-мальски какой-то немножко тяжелой работе пружина заскочила до самого конца и на данный момент люфта люфта нету никакого но если я думаю еще чуть-чуть поработать то он будет и пружину я например пальцем сложить ее не могу мне надо будет какой-то инструмент потому что она там то есть ее заклинило сейчас там между между клинком в принципе я не знаю что тут произошло но это это не порядок замок просто умер вот ну крыса с другой стороны работает шикарно даже намека на люфт нету не знаю центровка четко по центру то есть этот нож даже не почувствовал этой работы и в этом его заслуга общем а в плане стали как я уже сказал это ничья все надеюсь вам было интересно спасибо за просмотр пока бай-бай